Карагандинская локомотиворемонтная депо находится в районе Сортировка и начала свою деятельность в 1936 году. Основным видом деятельности является сервисное обслуживание модернизированных тепловозов, ремонт локомотивного оборудования, электрических машин, ремонт и формирование колесных пар, тягового подвижного состава. Для каждого работника созданы все условия. Также на базе депо, медицинский пункт, столовая, чтобы не идти далеко, на рабочем месте даже банкомат установили. В отдельных зданиях есть цех и котельная. Словом, на предприятии созданы экономические и институциональные условия для реализации долгосрочной стратегии среднесрочного плана развития. А директор, который был назначен в 2011 году, ознакомил нас с работой, выполняющейся на сегодняшний день. На данный момент готовим хозяйство в зиму. Значит, хозяйство, можно говорить, как бы не малое, подготовка к зиме, своя отдельная, отопительный сезон. Есть те предприятия тоже, которые входят в состав НККТЖ, рядом. Осенние предприятия тоже мы здесь зимой, как бы их тоже отапливаем, эти здания. Поэтому, думаю, зимой будем полностью, хозяйство тоже будет все готово. Поэтому, перспектива у нас, дальнейший план у нас, это, значит, обновление, реконструкция и ведение цехов, отделений к требованиям действующих стандартов. Словом главы предприятия, каждый мастер своего дела и имеет опыт модернизации тепловозов и электропоездов. Смотря на работу, которую выполняют ремонтники-специалисты, можно увидеть, что они обладают высоким профессионализмом. Не считаясь с трудностями, порученное дело выполняют качественно и в срок. Стоит отметить, что в депо работают сотрудники из малообеспеченных семей. Им руководство всячески оказывает поддержку, как материальную, так и моральную. Например, накануне при поддержке Карагандинского локомотиворемонтного депо, около 10 детей съездили в город Санкт-Петербург. Воспитываю двоих детей, являюсь опекуном. Одному 10 лет, другому 16 лет. Я очень благодарна своему начальству. Они очень помогают нам. Я бы никогда не смогла ребенка свозить в Санкт-Петербург. Они давали путевку ребенку. У меня старший ездил в Санкт-Петербург. Младший в Астану мы ездили на экскурсии с младшим. Асхат Улетаевич очень чуткий и внимательный руководитель. Он всегда заботится за нас, дает материальную помощь, всегда спросит, как дома дела, как здоровье. Всегда подойдет, всегда расспросит. В Карагандинском локомотиворемонтном депо работают более 700 человек. Из них 10 семей являются малобеспеченными. На сегодняшний день им оказывается материальная помощь. Также на 1 сентября 25 первоклассникам были закуплены рюкзаки со школьными принадлежностями. Надеемся, что такие полезные мероприятия будут примером для других организаций. Среди этих учеников есть и внук Бактыбая Досмагамбетова. Он благодарит директора Асхата Адайбаева за оказанную помощь. Моим внукам в этом году подарили рюкзаки. Там и карандаши, и ручки, и тетради. Хочу выразить огромное спасибо директору Асхату Адайбаеву за такую помощь. Так делает не каждое предприятие. Желаю ему профессионального роста, здоровья, счастья. Спасибо за все. Приоритетом локомотива ремонтного депо является дальнейшая работа по повышению производительности и безопасности труда, улучшению качества ремонта подвижного состава, в том числе с переходом на сервисное обслуживание локомотивов нового типа, рассказывают сотрудники организации. Наше депо всегда славилось хорошими грамотными специалистами. Работники наши могут не только хорошо работать, но и ведут активный образ жизни. Благодаря руководству предприятия наши спортсмены посещают плавательный бассейн 2 часа в неделю, 2 часа в неделю зал тяжелой атлетики и 4 часа в неделю это спортивный зал, где ребята могут заниматься мини-футболом и волейболом. Сотрудники локомотива ремонтного депо, не только профессионалы своего дела, они также участвуют в различных спортивных мероприятиях, откуда возвращаются призерами, рассказывают сотрудники организации. Ребята нашего предприятия участвуют не только в летних видах спорта, но также и в зимних видах спорта, где тоже добиваются результаты, почетные места занимают. Радует еще и то, что когда проводятся соревнования среди работников жизнодорожного транспорта АОНК КТЖ, то наши работники тоже принимают участие. Рома Гусалкинбаева, Ержан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Каравандинский.